Как показывает статистика моего канала, самыми популярными видео стали темы кредита на квартиру и лучшего польского банка для иммигрантов. Поэтому новость о запуске государственной программы, которая получила название «Мешкание без вклада в Лос-Него», я пропустить не мог. Помимо общих деталей, сегодня вы узнаете о подробностях от банка Сантандер, в который я отправился за консультацией и получил более углубленную информацию. А также в конце видео я предоставлю статистику средней стоимости квадратного метра по крупным городам Польши и график по доступности квартир в городах по этой государственной программе помощи. Поэтому досмотрите это видео до конца, не забудьте подписаться и поставить лайк этому видео. Цель этого проекта – предоставить максимальное количество полезной информации каждому иммигранту в Польше. Поехали! С 27 мая 2022 года Польша объявила о запуске государственной инициативы, суть которой заключается в предоставлении возможности взять квартиру в кредит без собственного вклада денежного. Поэтому сегодня, спустя почти три месяца, мы обсудим детали этой программы и о том, какие из банков уже подписали согласие на участие в этой государственной программе. Интересно то, что это было анонсировано еще около года назад, как часть инициативы польского ЛАДА, целью которой было помочь людям, у которых есть постоянная работа, то есть они имеют достаточную кредитоспособность, однако не имеют той суммы денег, которая требуется для первого вклада. Зачастую это порядка 20%. Нужно отметить, что ранее можно было рассчитывать даже на 10%, но со временем польские банки перестали давать возможность брать кредит с 10% вкладом. Что еще интересно, инициатива мешкания без вклада в Лас-Него была анонсирована, как я и сказал, почти год назад. То есть, либо писовцы предсказали и предугадали мировой кризис, либо они одни из тех, кто были виновниками будущих проблем в Польше. Тут уж каждый выбирает для себя подходящий ответ на этот вопрос. Программа мешкания без вклада в Лас-Него имеет два применения. Первая – это ипотека на квартиру без собственного вклада. Вторая – это так называемый ваучер на жилье. Суть его в том, что это одноразовая финансовая помощь, которая поможет получить жилье или погасить кредит. На практике очевидно, что первая цель, то есть первое применение, будет значительно популярней у людей, мечтающих о своем жилье. Кроме этого, дискуссия по поводу ваучера в Жонде еще продолжается. И законопроект, скорее всего, будет утвержден только в 2023 году. Кто же может участвовать в этой государственной программе? Семейные пары без ограничений в возрасте. Семья с одним и более ребенком и люди с разной тяжестью инвалидности. Ну и самый главный вопрос лично для нас. Могут ли претендовать на такой вид кредита иммигранты? Да, ответ утвердительный. Очень распространенный случай для иммигрантов, когда один или одна из пары является иностранцем, а второй или вторая является гражданином и гражданкой Польши. У меня, например, именно такая ситуация. И это не станет проблемой для участия в этой государственной инициативе. Однако нужно иметь в виду, что если вы уже являетесь владельцем квартиры в Польше или уже выплачиваете кредит за квартиру, то участие в этой программе станет проблемой для вас. Единственным условием является стабильный доход членов семьи, чтобы можно было позволить беспроблемным выплачивать ежемесячные платы за кредит. Ранее в моем видео о ипотеке мы уже обсуждали, какую минимальную официальную заработную плату должны иметь супруги, чтобы позволить себе квартиру хотя бы на 40 квадратных метров. Загляните в плейлист моем канале, кто не видел это видео и посмотрите. Подозреваю, что вы удивитесь этим цифрам. Банк господарства Краевего будет предоставлять гарантии от 10 до 20% от суммы кредита, но, что важно, не более 100 тысяч злотых. Тем самым законодатели хотели якобы избежать того, что этой программой будут пользоваться богатые люди, желающие взять дорогое элитное жилье. Досмотрев это видео до конца, вы поймете, кто является потенциальным покупателем элитного жилья по мнению Джонда Польши. Эти гарантии подлежат погашению в срок не менее 15 лет, а возможности их использования доступны пока только до 31 декабря 2030 года. На какое жилье будет распространяться эта государственная инициатива? На квартиру до 50 квадратных метров, если у вас в семье двое и меньше детей. До 75 квадратных метров, если у вас трое детей. До 90 квадратных метров, если у вас в семье уже четверо детей. Ну и если у вас 5 и более детей, тогда ограничений ноль. И можете рассчитывать на кредит на жилье размером хоть со стадионом. Но не забывайте о ограничении по гарантиям. На что можно взять кредит? На приобретение квартиры либо дома, что является хорошей новостью для тех, кто мечтает о собственном доме. А также для приобретения земельного участка для постройки дома самостоятельно, своими силами. Либо же у вас есть земельный участок и вы хотели бы заказать постройку дома. В этом случае также можно рассчитывать на предоставление кредита без собственного вклада. Очевидно, что взять жилье можно будет только в Польше и у польских застройщиков. Поэтому кредит должен быть обязательно в польских злотых. Также интересно то, что если во время выплаты кредита у вас появился второй ребенок в семье, вы получите до финансирования 20 тысяч злотых. Если же это будет ваш третий и более ребенок, то до финансирования составит 60 тысяч злотых. Здесь не могу не сказать о том, как же все-таки ПИС печется о своем будущем электорате. Вот еще несколько интересных подробностей по ограничению выбора жилья. Как я упомянул ранее, жен специально ограничивает размер гарантии, по которым может быть гарантирован кредит от банка господарства краевого эго. Тем самым вы даже при огромном желании не сможете взять дорогое жилье. Банк сам устанавливает потолок стоимости за один квадратный метр, чтобы вы даже не рассматривали жилье в хорошем ощелье. Ну или, предположим, ближе к центру города. А учитывая, что гарантии предоставляются на сумму не более 100 тысяч злотых, то можно определить примерный максимум цены жилья. Это плюс-минус 500 тысяч злотых. Что в нынешних реалиях, например, в Варшаве, ну очень скромно. Увы, время, когда можно было взять за 350-400 тысяч злотых хорошую квартиру, канули в лету. Я лично в 2016 году собирался брать квартиру во второй штрефе в Варшаве за 220 тысяч злотых с гаражом в новострое на 55 квадратных метров. Более того, мне тогда была предложена в этом же доме двухэтажная квартира за 360 тысяч с метражом в 90 метров квадратных. Думаю, не стоит сейчас говорить о том, что я сейчас жалею в итоге, что отказался от такой квартиры. К слову, лимит по стоимости на квадратный метр будет рассчитываться индивидуально в зависимости от воеводства, в котором вы рассматриваете возможность взять недвижимость. Также нужно сказать, что вы можете взять кредит на большую сумму, чем за 500 тысяч, но тогда потеряете возможность в государственных гарантиях от банка господарства Краювэго. Но если вы уже обрадовались, что присмотрели себе квартирку за, скажем, 300-400 тысяч злотых и готовы пойти на увеличение стоимости кредита, что очевидно, потому что первый вклад будет разложен на ваши раты и дополнительные проценты, то спешу вас огорчить. Такие кредиты доступны с гарантией только на 15 лет. А теперь, после этого видео, посмотрите мое прошлое видео о ипотеке и узнаете, какая должна быть зарплата у каждого члена семьи и можете смело умножать эту сумму на полтора. А сейчас поговорим о банках, которые уже поддержали эту инициативу и готовы предоставить вам кредит на жилье без собственного вклада. На данный момент договора подписали всего 8 банков. Из более известных это Альюр, ПКО Банк Польский, Сантандр Банк Польский, ПКО СА, БПС, Банк Охронной Шредовистки, Банк Сполучнощевый в Кракове, Банк Спудельный в Броднице. Не такие они известны, эти банки, как первые четыре. Однако есть и те банки, которые, якобы, планируют подключиться к этой инициативе. Это банки Миллениум, Сити Хендловый, Инк Банк, Кредит Агриколь, БНП Парибас, Банк Почтовый и М Банк. Ну, эти банки, очевидно, более популярны и у них, видимо, эта программа будет иметь большую популярность у людей. А теперь переходим к самой интересной части моего видео. Я поговорил с работником Сантандр Банк и узнал немного интересных подробностей, которых нет на сайте банка господарства Крайвек. Исходя из информации, которую я получил от консультанта по ипотеке, можно смело сделать вывод, что ПИС продолжает делить детей людей на бедных и богатых, завоевывая популярность только у малоимущих, если можно так вообще выразиться. А учитывая, что происходит в этом году в мире, да и в Польше вообще в частности, то такими темпами малоимущими будет скоро 90% населения Польши. Дело в том, что если вы рассчитываете взять кредитную квартиру в городе, а именно, как в моем случае, например, в Варшаве, сделать вы этого не сможете, потому что ни один застройщик не предлагает доступных цен на недвижимость по оценке Жонда. Тем самым смотреть вы сможете только на квартиры и дома, которые находятся далеко за городом. Что подталкивает нас на мысль, что позволить себе жилье смогут только те, кто и так живет не в городе. А мы все прекрасно осознаем, что в маленьких городах зарпланты значительно ниже. Живете в городе, значит и у вас должен быть вклад властный. Нет, живите на съемной. Как говорится, deal with it. Для меня очевидно, что нынешние управленцы Польши нацелены на своих избирателей и делают жизнь легче только им, завоевывая в будущем голоса своего электората. Печально это, как по мне. Сейчас на ваших экранах будет скрин со средней стоимостью квадратного метра со сравнением с той ценой, которую можно рассматривать для кредита. Первая графа – лимит по цене за метр квадратный по программе. Вторая графа – средняя стоимость за квадратный метр жилья в определенном городе. Как видим, только поздно идет с плюсовой разницей. Можете поставить на паузу это видео и внимательно рассмотреть цифры. Еще одним интересным фактом будет то, что якобы Жонт пытается увеличить стоимость квадратного метра по их же собственной программе. Пока что этого не произошло, но судя по следующему графику, ситуация не сильно изменится, например, в той же Варшаве. Чего не скажешь, конечно же, о Познании и Гданске. Но пока что это медвежья услуга, как по мне. Учитывая, что каждый месяц статистика показывает рост цен на недвижимость в Польше. Тем самым законодатели наперед предусматривают отсутствие возможности взять кредит даже за городом. Поэтому радоваться таким поднятием средней стоимости за квадратный метр в программе, живущим в больших городах, не стоит. Сейчас на экране будет график, и вы сможете снова поставить на паузу и рассмотреть всю необходимую информацию. Как видите, вопрос кредита на жилье в Польше всегда будет болезненным. На сегодня у меня все. А я напоминаю вам о подписках, лайках и вопросах в комментариях. Ваша активность – это моя мотивация в продолжении проекта для иммигрантов. Увидимся!